Оправдывать насилие и уничтожительное отношение в отношении ученика со стороны педагога я считаю абсурдным, непрофессиональным и нарушением Конституции и всех наших законодательных актов. Согласно обоснованию клинического диагноза у избитой школьницы установлена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей в волосистой части головы, ушибы и кровопотеки на предплечах и правом коленном суставе. К сожалению, на момент поступления девочки в больницу не была составлена специальная форма, подтверждающая случай попыток. Это у нас называется Стамбурский протокол. Поэтому 26 мая 2022 года мы уже через наших уполномоченных представителей в Диаловатской области потребовали составить данный протокол, чтобы освидетельствовать какие телесные повреждения были, какие психические, психологические травмы есть у ребенка. Если 16-летним мальчикам милиция обосновывает свои действия тем, что они испугались за здоровье жизни взрослого мужчины, который в реально нетрезвом состоянии, попытался проникнуть в дом и напал на маму, то почему милиция не волнуется о здоровье, о последствиях побоев, которые девочка получила, чтобы у себя здоровье, почему-то двойные стандарты, которые, конечно же, называют возмущением. Каким образом учителя наделили этим правом в воспитательных целях избивать недвижительно относиться к ребенку? Согласно статье 29 закона об образовании, в правах педагога нет упоминания возможности изменения ученицы, либо право жестоко, бесчеловечно или унижает достоинство обращаться с ребенком. А вот в обязанностях педагога в этой статье предусмотрено четко соблюдать норму педагогической этики, не допускать применения эмоционального, психического, физического насилия в отношении детей. Это обязанность учителя. И закон о статусе учителя предписывает, что учитель не имеет права на насилие над учащимися. Значит, родителей или подпечителей в школу, и там уже должны быть какого-то рода меры, значит, ну, вплоть до исключения ребенка из школы. В любом случае авторитет учителя должен быть непререкаемый. У них совсем непонятная позиция министра образования, которая оправдывает насилие над ребенком, говоря, что ребенок оказался невоспитанным. Таким образом, получается, на уровне министра разрешается насилие, уничижительное отношение к ребенку в школе. Я обращаюсь к кабинету министров, чтобы они приняли меры по пресечению и предупреждению фактов применения насилия в общеобразательных учреждениях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok